Да, будет сегодня такая ситуация, знаете, она, в общем, ну, некоторые из нас, я более чем уверен, многие знают вообще эту историю, но я бы хотел буквально выделить несколько моментов этой истории, немножко сегодня на эту тему порассуждать. Воскрешение Лазаря, да, причем вот в ранней церкви вообще Лазарь, это вообще считается как святой, там даже есть праздник в церкви, который празднуется в честь. И вот эта картинка, которую мы сейчас видим, да, вот что мы видим на этой картинке, может кто знает событие, которое произошло, поможет поделиться, о чем эта картинка, что мы видим на картинке? Да, да, да. Да, 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 все равно. Да, 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 здесь все мертвы, да. Да, он уже был в белинах, кто-то может еще вспомнить что-то из этой истории. Да, он уже, там уже был запах разлагающегося плоти. У нас произошло вчера интересное событие. У нас во дворе, кто знает наш дом, то у нас во дворе есть сарай стоит и место, где стоят велосипеды. Мне Анюта говорит, а, получается, приехала Анюта, и я велосипед решил поставить возле сарая. Мы там ждали гостей, там и родственников, инсур должен был приехать и все, и я думаю, ну поставлю быстро велосипед. Я, значит, подхожу к велосипеду и смотрю, как-то вот у меня брезент, он прорис как-то. Я заглядываю вовнутрь, а там лежит птенец Сороким. Я никогда в жизни птенца Сороким не видел. Я думал, что он мертвый. Все, я думал, ну как, а у нас такая ситуация, у нас растет туя, и часто туда лазят коты. И вот Сорока что-то там бегает, дерется с этими котами. Я почему-то думал, что эти коты хотят эту Сороку с птиц, короче, ну коты же нападают на птиц. И тут такая ситуация, и вдруг я понял, что оказывается у нас, скорее всего, на этом доме вот это гнездо. И с нее выпал птенец. И он, получается, когда полетел вниз, он упал не на плитку, а он упал, самортизировал в резерв. Я, значит, наклоняюсь, он, оказывается, живой. Птенец, он лежит на боку. Он очень такой, мне буквально наперелся, вот-вот буквально вот, даже еще хвост не вырос. Да, маленький, но он такой большой, как перетелка такой, но он большой. И такое смятение, что делать? Я не знаю, что с этим всем делать, я никогда там опыта не было. Он живой, он кушать, наверное, хочет, но он в такой полуоборочном состоянии. Значит, мы ждем гостей, короче, этот птенец еще. Я думаю, его тут оставишь, коты съедят, в общем, такая ситуация, вот, такая растерянная ситуация, да. И я говорю, Анюта, Анюта, звони в службу, которая занимается такими птицами. Короче, ну, я больше, чем уверен, что здесь есть такие организации. Я говорю, звони. Анюта быстро нашла организацию, пишет смс. Вот у нас птенец, они говорят, а буду не давать, еды не давать, положить теплое место, накрыть пеленкой. Мы дадим адрес, куда птицу принести, и все. Вот мы это все сделали, ждем же, пока мы вышли за этот адрес. И вот приходит момент, и я смотрю, а он в этой защите. Такая, знаете, такая пауза, как бы, ну, мы же все сделали правильно, ну, мы же постарались. Аня помолилась, она говорит, господи, ну, спаси эту птицу, как бы, ну, жалко. Он же такой нормальный, здоровый, он, там, не разбился, все. Может быть такое, что он просто был уже давно истощен, был голодный, уже в обращен состоянии. Нет, утром я в велике выбрали, его не было еще. Может быть, именно из-за голода он начал выбираться, там, искать что-то там, маму искать, и выпал просто. Не знаю, видно, он уже давно был голодный, или что-то с ним было не то. Я, значит, вот эту птицу держу, и вот такая мне мысль, думаю, вот, вот бы сейчас помолиться так, знаете, чтобы Бог вот воскресил это. А он теплый, знаете, он все, он умер уже, закрыл эти глаза, и он теплый. Вообще, то есть, и так как-то такая жалкая, такая птичка красивая, и все. И вот, знаете, вот эти ощущения, во-первых, такой жалости какой-то, во-вторых, беспомощности. Ты ничего не можешь здесь сделать, в этой ситуации. Такая какая-то внутренняя мысль, думаю, а почему Бог это допустил? Почему? И у нас все дети, и тут, значит, приходит Назар и говорит, папа, давай мы его где-то там закопаем и напишем птичку, там, здесь лежит птица. Ну, в общем, мы уже отписались, я положил эту картинку, ну, картинку, потому что там видно сорока, это бегово, искала, но я думал его там закопать. И когда картинку, я уже пришел, уже птица, она его и забрала, это сорока, скорее всего, потому что не было котов, ну, они обычно, сами же птицы, они их, ну, она же хищник сорока. Но сама вот эта ситуация, знаете, она такая, ну, какая-то вот, вообще у меня в жизни вот такое было пару раз. И вот это, вот этот микс такой, какого-то смятения, жалости, беспомощности, вот, и, вот. И вот эта история, она что-то вот такое, ну, я почему эту историю рассказал, да, немножко поделиться, немножко эмоцию такую подкинуть. Вот, вот у нас история. Боже, вот, давайте мы ее сейчас прочитаем, она такая достаточно, ну, большая, но с очень глубоким смыслом, на самом деле. Вот, я надеюсь, что мы сейчас найдем здесь смысл в этой истории. Я не всю будем главу читать, мы выборочно, да. Друзья, давайте начнем. Кто бы хотел начать читать эту историю, и потом мы ее в группах немножко поразбираем. Кто бы мог прочитать эту историю. Анечка, если ты можешь, ты тоже, кстати, можешь подключаться. Ну, давай, меня хорошо слышно? Тебя вообще великолепно слышно. О, ну, давай. Был болен некто Лазарь из Вейфании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которая брат Лазарь, был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Ага, дальше. Сказав это, говорит им потом, Лазарь, друг наш уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Интересная, да, такая история? Смотрите, есть такой момент, ну в ней же есть продолжение в этой истории. У меня есть, смотрите, есть предложение, давайте мы прочитаем ее продолжение, а потом сделаем немножко в группках, ну как бы обсудим. Три вопроса, смотрите, что мы узнаем в этой истории об Иисусе? Что мы узнаем об Иисусе? Что мы узнаем в этой истории о людях? О людях об Иисусе, да, вот. Вот, смотрите, давайте сделаем как. Вот на этом остановимся пока и немножечко порассуждаем. Вот просто вот эти два отрывка как бы. Что мы здесь узнаем об Иисусе и что мы узнаем о людях? Вот, я, Анечка, тебя, наверное, отрекомендую сейчас Мадику. Вот, если ты не возражаешь. Не возражаю, нет. Вот, я сейчас его туда. Давайте, друзья, мы буквально вот можем по двое, там, например, вот просто обсудить эту историю вдвоем. Ну, например, уже мы узнаем об Иисусе, да, вот в этой истории. Хорошо тебе, да? Вот просто обсудить ее и, Владик, тебе хорошо? Я не знаю, как будет происходить общение, а все будут стоять вокруг. А я на весь зал говорю, получается? Нет, ты сейчас сама не проходишь говорить. А, ну хорошо. Хватит. Хватит. Да-да-да. Ты слышишь меня, Владик? Слышишь, Владик, нет? Да, слышу. А, ну хорошо. Алло, алло, алло. Ну, да-да-да, я слышу, да. Алло. Ну вот смотри, а ты можешь записывать, нет? Я тебя слышу. Я вас слышу. Да, ты можешь записывать? А, нет, я не могу. Нет. А, я могу здесь. Я уже не могу. Я уже не могу. Ты просто можешь выделять. Я могу. Давайте записывать. Давайте по тексту пройдем. Давай про Бога, да, сначала. Ну вот смотри, вот Мария, которая помазала Господа миром, то есть Господь, он, получается, находится или находился среди людей. Ну и как бы к нему можно прикоснуться, то есть он как-то человек, сказать, если он богочеловек, вот. Почему-то, ну мне так хочется сказать, я не знаю. Да, это правильно. Да, что он был среди людей, вот, это правильно. Да, что он был среди людей. Ну вот то, что вот эта болезнь не к смерти, а к славе Божией, как это? Через нее прославится Сын Божий. Что на всех нас есть планы, и что даже вот эту смерть, он, ну, он знал, что она будет, то есть он уже спланировал полностью его жизнь аж до смерти, что смерть будет его славой использована. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Ну что, у Бога есть на нас всех планы. Вот так я бы сформулировал. Давай, давай. Всю нашу жизнь. Да. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Через которого, может быть, Господь через людей, как это правильно сказать, сформулировать? Себя прославляет. Слава Божия. Ну да, себя прославляет. Да. Господь прославляет себя через людей, да. По тому, что он его разбудит, то есть для Господа нет ничего невозможного. Ну да, получается, да. Даже воскреси человека из мертвых, да, то есть тут? Да. Он, вроде бы, должен был в три момента сделать. Кого-то воскресить, кого-то исцелить от нестилимой болезни и что-то третье забыл. Вот. Угу. Это просто третье. Да. Хорошо. 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 А, это Иисус тоже он там сказал. Иисус, то, что он мог предвидеть, да. Ну ты это сказал тоже, что он может предвидеть. Ну да. Он знает наперёд, что будет. Это мы с самого первого сказали. Да, да. А вот здесь вот, как вот это сделать? И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Дабы вы уверовали. Как вот это понять? Радуюсь за вас, что меня не было там. Да. То есть они бы не поверили, что он по-настоящему умер, да. То есть они бы подумали, что он просто уснул, а тот его вылечил просто. А так как бы люди, он сказал, что он умер, люди пошли проверить, что он умер. Ну вот исходя из текста. Потому что, по-моему, они же побежали там, типа Лазарь. Ага. Господи, типа там, помнишь там из текста, что Лазарь умирает, плохо ему, а он специально два-три дня не шёл, чтобы Лазарь умер. А потом зашёл и исцелил его. Ну вот к славе Божьей вот это. Поскольку. Не пошутил. В Инстасии это не ладно. Я не знаю, как это сформулировать. Последнее. Как сказать? Мне вот это непонятно и радуюсь за вас. То есть он преподносит всё наилучшим образом для людей, что ли? Чтобы они уверовали в него. Ну так делать, чтобы у нас не возникало сомнения в его силе, в том, что он творец и может сделать всё, что угодно. Да. Да. Ну, наверное, да. Сложно мне вот эту последнюю стручку всё равно понять немножко, что он радуется за людей. Почему он радуется? Алло. Да, да, да. Слышишь? Анна. Слышишь? Нет? Алло, алло. Алло, алло, слышно? Профессор, аппаратура при нём, при нём. Алло. Да, 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 я слышу. Аппаратура при вас? Да. Хорошо. Ну что, тогда про человека? Давайте, да, про человека. Что человеку свойственно болеть. Да. Ну, люди, как правило, живут с людьми. Ну, я не знаю, это... Да, да, да. Ну, вот здесь я то, что вижу. Да, а что ещё? Потому что мир, мир — это очень сильное масло, которое обладает чудеснейшими свойствами, очень дорогое. Слышать? Анечка, я микрофончик... Меня слышно, Анечка? Слышно, слышно, Серёж, ага. Друзья, давайте начнём с того, что мы здесь узнаём, наверное, о людях. Давайте сначала с людей. Я сейчас микрофончик поставлю. Кстати, больше всего, наверное, будет вопросов про людей. Вот, давайте начнём с людей. Что мы здесь про людей узнаем? Мы написали, что человеку свойствовал болеть. Ага. То есть, люди болеют. Такая... Ну, люди... Ну, тут вот я вижу, что, Серёж, люди лечатся вот природными, ну, средствами, что ли. Вот мир — это же очень дорогое масло, оно... Я не знаю насчёт лечиться. Молодец. Анечка, видно, что ты, как бы, хочешь так предложить такой вариант, но там будет предложение истории, мы потом посмотрим, как всё это изменилось. Вот, что ещё здесь видно про людей? Вот, например, смотрите, третий стих. Вот здесь что-то о людях есть. Ну, они как бы намекают, что ли, Иисусу, что, может быть, третий стих. Сделай по этому поводу. Потому что они уже... Уже знают. Они уже знали о том, кто такой Иисус. То есть, Мария уже помазала миром и тела волосами ноги. То есть, как бы, это референс. Ссылка на историю, которая раньше случилась. Да, когда она, понимаешь, она грешница, она сказала, ну, я прям хочу послужить Господу. То есть, как бы, у них была уже вера в Иисус. И была вера, что он, если придёт, он, наверное, что-нибудь может сделать по этому поводу. То есть, вот люди... То есть, она имела уже определённый опыт общения с Богом. Потом, смотрите, люди ходатайствуют или заступаются за... Ну, как обычно, то есть, Лаза там болеет, а за него замолвилась ловичка, там, то есть, сестра, да? Ну, как, например, Людочка сегодня сказала, у меня брат есть, у меня дядя есть. То есть, она что пытается? Она пытается ходатайствовать за родных людей. То есть, она переживает за них. То же самое и там произошло. То есть, они точно там, точно так же делали. Ага. Послали сказать, они ходатайствуют. И что ещё, друзья? Что ещё о людях третьих стихах? Вот вам ничего не интересного такого? Третий стих. Ну, вот, вы знаете, смотрите, такой момент, что, в принципе, Мария как-то, она какое-то имела участие к Господу, да? Да. Вот, она вытирала там, ну, когда отёрла Господа миром, отёрла ноги, волосами своими. То есть, она уже как-то может предполагать то, что она, если его попросит, он тоже как-то на эту просьбу... Вот именно вот этот момент, он же сказан, он к чему-то сказан, да? Что они как-то сделали какой-то шаг для него, да? Вот. И они рассчитывают, что он тоже поможет избавиться от этой болезни. Я напомню, вот это рассчитывать сильно видно, когда говорится, Господи, вот кого ты любишь, волен, вот кого ты любишь. Ну, как бы, как он отреагирует, да, вот на то, как бы. А что это за приёмы она использовала? Манипуляции. Хороший вопрос. А может быть, она знала, что вот Иисус любит... Ну, почему только я... Может, всех людей он любит. Вот он любит, он любит всех людей, да? Нет, но у него были любовники. Ну, он знал, ну, она знала, что у них были особые отношения, то есть он особо какой-то такой расположен был в глазах, да? Ну, друзья. Друзья, да, да. То есть... И она вот этот моментик, что делает? Выделяет, да? Господи, ну вот это ж, которого ты любишь. Это не тот, что у вас есть другой, а вот это именно тот, которого ты любишь. Интересно. Что ещё, друзья? Что ещё мы будем делать? Так, так, так. Ну, вот внизу, ты 12, ученики его сказали, Господи. То есть, как люди, ученики уже верили, получается, много, и как бы знали его силу. Да. Они к нему обращались как к Господу, да? Они верили в него как к Господу, не просто там, ну, как учители, то есть они уже как бы это... Смотрите, вот ещё в четвёртом стихе, да, вот о людях и о болезнях. Что мы здесь можем узнать ещё? Что человек смертен? Что человек... Сын Божий, что человек. Человек смертен. А что ещё? Вот четвёртый стих. Что здесь? О людях и о болезнях, которые вас иногда посещают в жизни. Ну, бывает, что это просто болезнь, да? А есть болезнь, которая ведёт к смерти. Может быть, этот момент какой-то. А это болезнь не к смерти, а к славе Божьей. Знаете, можно сказать, как сейчас очень многие люди болеют раком, а потом из рака, и оказывается, что они были верующие, вот, и через болезнь они также прославляют Бога. Да, интересно. То есть не все болезни, ну, Бог как может сделать вывод, что не всякая болезнь – это плохо. То есть человек, Бог может употребить эту проблему в свою славу. Ну, вы же, как знаете, у нас... Болезнь – это плохо для нас, но вот для Бога она может быть выгодна. Вот так вот. То есть Бог употребляет эту проблему, плохую ситуацию для своей славы. Кстати, в Библии очень много таких историй. То есть мы... Видите, у нас вот у людей, у которых контрастное отношение. Часто бывает белое и черное. Там, а, если ты здоровый – это классно, ты успешно, у тебя все хорошо уже, ты молодец. А, ну, если у тебя какие-то там проблемы с удовольствием – все, ты, короче, какой-то там проблемный человек. У тебя все плохо, это сатана виноват, там, это... Ну, короче, там, ты что-то не то сделал. Здесь немножко по-другому. Как бы Христос развлекает значение понимания этой проблемы, да. То есть он говорит, что не всякая болезнь – это плохо. Больше того, даже бывает, нет этому плохо. То есть, ну, как не страшно это звучит. Хорошо, давайте еще. Ну, болезнь, наверное, знаете, вот если о себе конкретно каждый будет говорить. Вот если мы вспомним момент, когда мы очень больные, ну, бывают такие состояния. Ну, или ты это говоришь, или ты мыслила, Господи, ну, ничего больше не хочется, да. Единственное, что хочется – это выздороветь, да, Господи, помоги выздороветь, чтобы я уже был завтра здоров, да. То есть это тот момент, когда по неволе обращается каждый человек практически к Богу, чтобы он помог найти в себе силы, как-то вот решить эту проблему, которая, ну, в данном случае есть. Да, кстати, вот абсолютно согласен. Часто проблемы в нашей жизни, как ни странно, не страшно это звучит, они нас поталкивают в поиск Бога. Вот. Это вот мы еще с во время когда-то разговаривали, как он подъезжал и говорит, ну, обычно, как люди ищут Бога? Ну, когда Бог, когда сжимают, да, они тогда, когда в джахузи, в гоноулы, там, себе пьешь коктейль, я думаю, а ну, как подумать бы о Боге, немножко о вечности? Ездишь на Бенкли, там, значит, там, в дорогом пятизвездочном отеле, и тут решил о Боге тут подумать. Нет, тогда немножко поджимать начинать, да, ты понимаешь, что… Да, в основном, да, люди здоровья… Да, потерял близких людей, потерял кого-то, ты начинаешь склониться, стоп, ага, ну, оказывается, в таком мире же, оказывается, болезнь, оказывается, есть жестокость, там, ты… И ты понимаешь свою вот эту, как бы, что же там, ну, свою слабость, да, такой немощь, и ты… Хорошо, друзья, смотрите, а что мы о кресте узнаем? Если мы лучше-таки все уже сказали, то можем вот о кресте, вот что мы о Боге здесь узнаем? Может быть, даже то, что мы как-то вообще… Ну, так, то, что мы сейчас сказали про человека, это как бы можно и про Бога сказать, да, что не все болезни… Да. Это больше даже как по Богу… Да, то есть Бог может прославиться через проблемы, через решение проблем, скажем так, не через саму проблему, а как он ее решает… Да, прославиться через нее Сын Божий, то есть слава Божия бывает через проблемы. Вот даже здесь подчеркивается, Сын Божий не просто Бог, не Дух Святой, а Сын Божий. Да, смотрите, очень-очень такой ключевой момент, кстати, в вопросе христианской веры, христианской вектрины. В то время креста многие не воспринимали Бога, не воспринимали Сына Божий. Больше того, они обвиняли Его, говорили, как это ты себя смеешь называть Сыном Божием? Мы что, люди? И вот он часто подчеркивает этот момент, что я не просто раввин, я не просто учитель, я Сын Божий раз, я мессия два. То есть, ну, как бы он прямо об этом не говорил о себе, да, но он подчеркивает этот момент, чтобы люди в нем распознали этот момент. Смотрите, вот тоже вот 14 стих, он немножко такой, вот такой 14 стих, прям вообще… Да, вот. Что он на 14 стихе вот узнаем о Боге, о Иисусе Христе? Я хочу еще перед этим сказать, что на фоне есть планы, нашу жизнь начинает с рождения и выганчиваясь смертью. То есть, он и нам приподносит какие-то положительные моменты, чтобы у нас все было хорошо, и для себя нас используют для того, чтобы он просто для всего. Да, да, да. Отлично. Да, я тоже дополню до 14, потому что 14 для меня вообще сложно. Молодой Петербург сказал, что Иисус сказал, что хорошо, что не было меня там. Он имел в виду, если бы он как-то, если бы там был, люди бы, может быть, так, ну, не поверили, а тут уже человек совсем умер. И он пришел воскресил, как бы, дабы был в веру, и люди поняли его силу, что он реально Бог, что он настоящий может через себя делать. Что он может воскрешать. Они действительно это увидят сейчас. Есть возможность увидеть это вот просто. И что тут есть тоже где 13 стиха о Боге, что Иисус говорил о смерти Еруа. Они думали, что он обыкновил людей, а что он послушнул. То есть, он находящийся где-то не там, рядом, он уже знал, что человек дубы дал. Поэтому, ну... Смотрите, друзья, еще очень важный момент. Я забыл сказать просто текст о Боге, да. Они к Иисусу обратились очень вовремя, на самом деле. То есть, отменить людей в этой смерти нельзя. То есть, мне это свидетельница в виду. Они обратились к Иисусу, когда еще в разы был жив. То есть, они не обратились, когда, а, мы уже умер, мы тут пришли к Иисусу. То есть, по нашей логике, мы же прорывали всегда наперед. Планировали там. И мы как бы, они как бы забегают наперед, что пока он не умер, быстренько надо Иисуса Христа организовать, чтобы он там быстренько исцелил. А что там там читали дальше? Что делает Иисус? Иисус, вместо того, чтобы ускориться, он еще замедляется. А, мы сильно там, да. То есть, он вообще, он натягивает это решение проблемы до состояния, в которое она безвыходная. Ситуация, когда человек умер. Как с этой птицей, да. Я все это делал, чтобы ее мы там спасли, там, то-то-то-то-то, и она вам умерла. Все. И ты уже ничего не можешь сделать. Ты уже не воскресишь ее. То есть, Бог, часто, мы по-человечески хотим Богу помочь решить побыстрее проблему, а Бог, наоборот, хочет, он замедляется. Потому что они войскуют вам. Мы хотим Бога ускорить, а он замедляется. И часто у нас это выводит из равновесия. Ну, как же, я ж говорю, это же явно что-то не то сделал. То есть, по-человечески они все правильно сделали. Они ничего не сделали другу. То есть, их обвинить невозможно смертить вас. Это было Божье решение замедляется. Это он довел до состояния. Ну, реально Христос довел ситуацию до состояния. Он говорит, я еще и радуюсь, что он умер. Как это? Как это ты радуешься, что Лазарь умер? Так мы уж наоборот. А почему он говорит? Нет, он радуется за вас, за тех людей, которые ученики. Абсолютно верно. Говорит, Иисус сказал ему прямо. Он вообще ему прямо в лоб. Он сказал ему, Лазарь умер. И я радуюсь за вас, что меня не было там. То в этой ситуации это не у вас проблема. Это вообще я стал причиной. Это мой замысел был не прийти во время туда. Да, мы были уверены. Но пойдем туда. То есть, цель была какая-то. Не прийти никаким больным, страдания. Знаете, такой, ну, такой, извините загружать. Садизм такой типа. Тут все суетятся, хотят спасти этот. А я постою, подожду, там, что там. Они что суетятся. А, ну, умер уже. Ну, хорошо. Нет. То есть, его цель была какая-то. Чтобы они убировали. Чтобы они... Их вера стала... Вот они увидели Божье чудо в своей жизни. А без этой смерти этого не произошло. Вот. Друзья, следующий текст. Можно добавить, Сереж? Конечно. Можно добавить, Сереж? Что человек через человека узнает о славе Божьей по тому тексту. Да, то есть, из жизненных ситуаций, да, когда человек... Ага. Хорошо. Друзья, давайте мы вот этот текст до конца. Анечка, ты сможешь его прочитать? У тебя получается или у тебя на телефон не будет? Так. Сейчас, секунду. Могу. Иисус, придя, нашел, что уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадия в пятнадцати. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаешь, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, я есть в воскресенье и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему, так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, учитель здесь и зовет тебя. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедшую с ней иудеев плачущих, сам воскорбил духом и возмутился и сказал, где вы положили его? Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же опять, скорбя, внутренне приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, очи, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказав сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он возвал громким голосом, Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Интересно, да, такая вот сама история? Вот что мы бросили в глаза? Спасибо, Анечка, это очень классно, очень супер. Спасибо, что обращались. У меня лично не имеет понимание, что для каждого человека, который умирает, надо молиться о воскрешении. Интересно. Интересно, что здесь постоянно идет такой фокус, короче, такой акцент на то, что люди говорят, вот если бы ты здесь был, тогда бы он не умер. Причем все говорят, Марфа говорит, Мария говорит, посылает, даже почти какой-то упрек, типа, ну что, а что тебя там не умерли? То есть, где был Бог? А почему Бога не было, когда человек страдал, умирал? И то есть ему все говорят, ну типа, вот если бы ты здесь был, тогда бы он не умер. И уже следующее, что есть, как бы, потому что, и на самом деле Иисус говорит, если бы я там был, это было бы даже, как бы, менее, но. Да, потому что, ну, как бы, ну, больной человек, ну, исцелил, там, ну, как бы, ну, это чудо, конечно, но это не такое суперское чудо, как воскресить из мертвых. Но чтобы вот, может ли он воскресить из мертвых, никто, по сути, толком не верит в это. То есть Иисус спрашивает, Марф, ты веришь вообще в это? Ну, типа, да, в будущем когда-нибудь я там, у меня есть там определенная доктрина в голове, что там все воскреснули, да? А вот что я сейчас здесь в воскресении, ты веришь? То есть, как бы, одно дело верить Иисусу, что он там чудотворец, там, пророк, там, может, там, ну, какие-то чудеса, там, ну, чтобы из мертвых воскресить, это же следующий уровень вообще. Это вообще, как бы, ну, это такое, это уже такого вообще просто не бывает, как бы, уже никто, никто даже не допускает мысли такой. И все упрекают его, что, что, где ты был вообще-то, да? А Иисус говорит, а для меня-то это вообще не проблема. То есть, вот это вот, боже, вот прямо божественная природа, да, Христа, что он власть над смертью даже. И он, как бы, не парится, то есть, он, он, как бы, никто не дорогу, он там, никто не бежит, там, да? Потому что он знает, что если он попросит Бога отца, отец сделает его сейчас. Знаете, на что, извинитесь, но я на что обратила внимание, вот, вот именно вот они говорят, что если ты был здесь, ну, здесь такая мысль, что не обязательно я должен быть здесь, да? Просто нужно верить, что это будет, да? Он, он сам говорит, что я есть воскресенье, если и всякий живущий и верующий в меня не умрет, то есть надо, надо верить в то, что этот человек будет жить, или, вот, допустим, в данном случае, что он будет жив. Она говорит, нет, это не может быть, он уже имеет запах, это уже никак невозможно, вот, как-то, такая неуверенность. Но все-таки он настаивает на том, что нужно верить, и тогда ты будешь видеть какой-то результат. Ну, как-то так. Отличные мысли. Да, то есть, с одной стороны, уперёд, как в сторону Бога, чтобы у кого-то где-то прошлафиться, что-то не до видения. Ну, это наша природа, кстати, человеческая такая. Мы часто склонны обвинять Бога в наших каких-то проблемах, вот, с другой стороны, ему не обязательно быть, вот, Лидия правильно сказала. Друзья, смотрите, что мы здесь охрестиозны? Вот, вот, вот в этой ситуации, знаете, такой вот монументальный образ Христа, вот, сетанглама, что всё это дело такое запахи, спокойное, такой, никуда не торопится, там, все в отчаянии. Вот, а нам какой Христос вот представит здесь, или какой-то другой? Какие эмоции его посещает, когда он пришёл и увидел вот эту утрагедию, да, омер, там, хороший человек, лазер. Но он расстроился, то есть у него всё равно был, как бы, скорбь, он так заплакал, да, то есть у него всё равно это влияет. Это потому что смерть, это вообще страшно, когда это он, ну, не шутки шутки шутки. Богочеловек, поэтому он чувствует... Да, Анечка? Не знаю, как мы это говорим, так спокойно, уверенно. Слышно? Как будто мы прям видим его. Анечка, там пропала у тебя фраза, ну, то есть он Богочеловек, да, мы услышали? Да, он Богочеловек, и он проживает такие же эмоции, что и люди, то есть он почувствовал на себе, что значит потерять близкого человека, то есть и поэтому он прослезился. Абсолютно верно, спасибо, Анечка. То есть, смотрите, вот эта потеря, эта потеря Лазаря, она тоже ему услышала эмоционального, ну, такого удара, да. То есть написано, дважды он прослезился, друзья, он дважды прослезился, не один раз, а он дважды. И он видно, аж возмутился духом, и эта ситуация, она ему не нравится. Да, друзья, мы увидимся, на идеале доеду. Да, все, 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 все. Все, 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 все. Да, конечно, он прослезил. Да, то есть, опять же таки, иногда мы в Боге думаем, что, а, у меня проблемы, там, Бог вообще все равно, там, он, да не все равно вообще. Он любит свое творение, он сопереживает, он тоже скромит, он тоже любит нас. И часто вот это, я думаю, что это тоже немножко неправильное понимание Бога. Потому что мы часто воспринимаем Бога, как, знаете, какой-то, ну, такой абсолютно невозмутимый, непоколебимый, такой, как скала просто. Вам такая скала, или как небоскреб. Ну, небоскреб у него нету, он может и есть, он стоит, он высокий, он большой. А когда мы говорим о Боге, то здесь Бог, он представляется в лице Христа, как тот, который скормит, переживает, он возмущается. Эта ситуация ему не нравится, но он это делает с определенной целью, чтобы он был верным, и он был прославлен. Поэтому, друзья, очень, очень мощная, поучительная история вообще для нашей жизни. То есть вообще касающаяся страдания, скольбы, потерь, вообще понимания Бога, понимания меня, как я должен к этому относиться. То есть глубоченный вообще текст. Ну, и, конечно же, копейер вообще произошел. То есть Бог добился того, что хотел, с наивысшей точкой результата, скажем так. Хорошо, там ниточка сейчас подойдет. Я бы просто хотел, чтобы у нас еще времечко было для общения там попеть. Может, песенка хорошая, споющаяся. Что я буду делать? Вот какие, к чему учит меня эта история? Уроки, о манс людях? То есть я вот, чего бы мне было бы неплохо поучиться в этой истории? Я уверен, что в Библии это такая книга, когда на цель здесь еще поучиться. Вообще, к чему она нас учит вообще? Вот к чему она нас побуждает? Может, что-то я нового знал? Может, я что-то не знал этого? Может быть, что-то стоит на что-то обратить внимание в моей жизни, в отношении с Богом, с Библией? Ну, что Бог сострадает на самом деле человеку. То есть вот, потому что в то время, когда писалась Евангелие, то есть существовала греческая философия. И в греческой философии Бог, если существовал, то он был такой как бы, ну, Бог стойков. То есть он был бесстрастный, он такой мужественный, как вот, как бы супергерой, короче, в фильме. У него нет эмоций никаких на лице, он только такой, ну, как бы это. У него, как бы, нет человеческих, ничего человеческого, у него нет Бога. Вот. У мусульман, например, такое представление о Боге, что Бог, это вот такой, вот, селин, короче, мира. И ему абсолютно вообще, ну, как бы, ну, наши эмоции, ну, как таракан. Мы бегаем там, вот, я помню, как с мусульманиной, да, как-то раз разговаривал, а он говорит, да, говорит, а что, говорит, Богу все равно, как бы, Богу, для Бога человек это как для нас таракан. Он прям так сказал мне, ну, мусульманин. Вот, я прям, ну, понимаю, что наш Бог совсем другой, на самом деле, он, он страдающий, то есть ему не все равно. Несмотря на то, что он знает, что через минуту он эту проблему решает, Лазарева, он воскресит Лазарева, да, что все будет хорошо. Тем не менее, вот в этом моменте, когда он смотрит на страдающих людей, на вот разорванную связь, да, с живущим, то есть все, человек умер, ну, все, как же это, ну, а окончательная трагедия. Он знает, знает все равно свою силу, он, тем не менее, он вот видит и сопереживает нам, сострадает нам, да, то, что происходит. Это очень круто, то есть, потому что он сострадающий, с другой стороны, он еще всемогущий, да, то есть это была классная очень мысль, и я думаю, что Бог, с одной стороны, не сострадает, с другой стороны, он прям вот реально может мне помочь. Еще, друзья, может, поделимся мыслями, как это... Смотрите, меня вот в этой истории он один раз говорит, Марти, да, что ты должна поверить в то, что я это делаю. Ну, есть там в первой части, что он говорит, что нужно верить, поверишь, и он оживет. Когда вот эта вторая часть беседы, что он говорит, что он уже запах имеет, ну, там, смотрите, как она говорит, и все это невозможно. Он второй раз ей говорит, я же тебе говорил, что если ты веришь, да, то если ты будешь веровать, увидишь славу Божию. То есть он хотел вот этими своими действиями, но ему пришлось несколько раз, вот не было такой еще, наверное, у них веры, чтобы она вот... Он раз сказал, что он будет жив, да, он воскреснет братской, и она у нее как-то так, и второй раз у нее сомнения, да, он снова говорит, что нужно веровать. То есть вот, наверное, он этими действиями хотел показать и людям, и, может быть, ученикам своим, и даже вот этим сестрам, что нужно верить, и тогда результат будет вот такой. Спасибо большое, очень хорошая мысль. Еще, друзья, может, Анечка что-то хотела бы сказать? Я? Я, Сереж? Да-да-да, я слышу. Я просто, что человек, вот все-таки используют человека для славы Божьей, и люди, когда проходят через какие-то испытания, да, ну, это из первого текста больше, что это все-таки для нашего же роста, ну, и для славы Божьей в итоге. Вот. Ага, отлично. У тебя так красиво там птица поет вообще? Да? Вам нравится? Оставить? Оставить? Нет, я просто так хочу познавиться. Спасибо большое, Анечка. Спасибо, супер. Еще. Пожалуйста. Вместе. Ну, что если мы живем с Богом, у Бога есть план нашей жизни, как она будет называться самым лучшим образом, и, к примеру, даже как бы у нас бы не было плохо, никакая была плохая ситуация в нашей жизни, что если мы будем верить в Бога, она рано или поздно разрешится. И, возможно, даже в момент, когда мы получаем эту плохую ситуацию в жизни, возможно, нужно искать проблему в себе, почему она произошла. Потому что бывает такое, что мы отходим от Бога, особенно когда у нас что-то хорошее получается, мы такие думаем, а, вот я сам это все сделал, и начинается гордыня, и мы начинаем немножко от него отдаляться, а потом он опять может перенести какую-то плохую ситуацию в нашу жизнь. Это все делается для того, чтобы мы не забывали, что все, что мы имеем, это из-за того, что наш творец нам, это у нас, в нашу жизнь помогает нам достигать какой-то нашей цели. Ну, у меня два, что у меня не понравилось, мне понравилось, потому что не все болезни к смерти, потому что вообще наша жизнь, она для прославления Бога, ну, да, и когда мы болеем, не факт, что отлично. Не надо жаловаться в этот момент, надо просто усмиренно пройти, да, искать Бога силы. Вот, ну, и второе, я уже чуть говорила, ну, и реально сейчас, когда Бог дяде своим молюсь, вот, я, ну, у меня два, ну, как-то нет у меня такой сильной веры насчет воскрешения, ну, он еще не умер, ну, как бы, я как-то все, как бы, логично все понимаю, ну, как-то нет у меня такого, что вот, исцели, вот, ну, я не знаю, почему, ну, как бы, можно, да, ну, вот, два у меня варианта, когда я молюсь, я говорю, Бог, пусть будет твоя воля, или сцели, или пусть будет, ну, как бы, чтобы потом он вместе встретилась на небесах, вот, чтобы он спустя, потому что он не вел такую Бога уважает жизнь, да, он так сам по себе был, ну, я не слышала никуда, не знаю, как сейчас им духом, вот, но, ну, вот то, что меня коснулось, это то, что если будешь верить, все возможно. Мы на самом деле мало видим вот реальной жизни, во все время вот эти исцеления, воскрешения, но это же реально, он же об этом говорил, ну, значит, надо верить, надо пытаться, ну, как бы, пусть будет воля Божьей, но я хочу верить, видеть свои жизни, и что много людей увидело это, и это будет, с помощью этого много людей уверует. Вот, это было бы круто. Сережа, а можно я еще добавлю, что я еще нового узнала? Ну, это лично я для себя узнала нового. Я когда начала, меня слышно, нет? Да, слышно, конечно, да. Я когда начала комментировать про масло мира, я же просто сейчас еще начала отдельно заниматься маслами, придачу, их целебными свойствами, потому что я верю в натуральную медицину очень. И, может быть, даже там не совсем было в тему мой комментарий, но он был в тему для меня. То есть через библейский текст Иисус показывает, в чем тот или иной человек специалист, потому что, ну, то, что вот я прочитала, ну, мне так показалось, это первое. А второе, лично для меня, вот я просто читала, что щитовидку нужно, можно излечить маслом мира. Ну, то есть очень хороший эффект оказывает. И для меня, я просто об этом вот читала пару дней назад, я подумала, ну, оно дорого стоит, я не буду пока покупать, вот. И для меня это еще раз, это миро встречается, и у меня как бы свой смысл. Для меня же, для собой, как вот помочь себе. Анечка, спасибо тебе большое за комментарий. Спасибо. Друзья, еще хотел два момента сказать тоже по этому тексту. Видите, вот мы, люди по природе, всегда хотим контролировать все. Здоровье, государство, людей, ну, это правда, Бога хотим контролировать. Бог нам дал вообще-то такое мышление, чтобы контролировать. Даже приходя к Богу, боя ей что-то говорит, а-а-а, плод лазер, которого ты любишь, он воля, надо быстро решить вопрос. Мне эта история, она вот как-то показала, что ты не сможешь Бога выполнять. Ну, не сможешь. Не ты, он даже не даст тебе это делать. То есть, у Бога свой, вообще своя, абсолютно суверенная воля в принятии решения. Все. И это точка. Но в этой истории есть очень сильный момент, что он не, знаете, как есть царь Самодор, который делает какие-то решения чисто вот от балды просто там. А давайте сейчас засеем вот эти вот баллы. И он начинает какие-то придумать глупые вещи. Но Бог, в отличие от человека, да, грубо говоря, от царя Самодора, он всегда делает все вещи со смыслом. Какой-то есть конечный у него план. Как вы говорили, план об этом, да, то есть. С одной стороны, я не могу контролировать Бога, я не могу контролировать ситуацию, но я могу быть уверен, что Бог, это как в английском языке, он натуральный. Он абсолютно владеет всей ситуацией. И он абсолютно делает то, что он считает нужным, с определенной наивысшей результативностью. И это очень круто. Единственное, что только проблема в моем вере и в моей неверии. Либо я это принимаю по вере, я говорю, да, Господи, ты все, что делаешь в моей жизни, это правильно. Даже если я не понимаю, что сейчас происходит здесь, я не понимаю, для чего это, но я тебе доверяю, я знаю, что ты не ошибаешься. Либо я не верю в это, я говорю, ну, вот видишь, если ты пришел, то они будут так суперопны. То есть, поэтому вот это очень сильный момент. И расскажу одну историю в конце, мы сейчас тоже будем заканчивать. Это произошло в моей жизни, в нашей жизни произошла такая история. Я, может, рассказывал, что у меня бабушка, кстати, родная из Казани. Вот, она такая русская, но у нее были там такие крови татарские. Вот я, кстати, когда с Сен-Суровой заказал, говорю, слушай, у меня бабушка из Казани. Как-то на это делю. Абсолютно потрясающий человек, прожил потрясающую жизнь, его, что можно добрать, делал, верующий просто до бесконечности человек, любящий людей, жертвенно. Ну, то есть, была такая история, она еще была депутатом Киев-Горсовета, но у меня такой был человечек серьезный в городе Киеве, и ей, как депутатом Киев-Горсовета, предлагали какому-то аппартиру на печати. Ну, то есть, она по очереди в Советском Союзе узнала получить квартиру. Она шла в коммунальной квартире, будучи депутатом. Она говорит, как я могу воспользоваться этой возможностью, будучи депутатом Киев-Горсовета, взять квартиру, когда люди живут в коммунальной квартире. Ну, я не могу это сделать. И она отказалась. То есть, вот такие вот дела человека, решения участия. И тут представьте ситуацию. Вот моя бабушка уже на пейсе, еще больше мирового, там вообще Богу у нас всю жизнь посетила. И тут она заболевает, и ее парализует этот инсульт. 95-й год. Все, она теряет абсолютно полностью всю способность помнить, двигаться, говорить. Для нас в семье это было просто что-то, как... Ну, она живет лучше. Она же по три раза в день бонится. Она что-то добра сделала. Она всегда такой, знаете, бесеребный человек. Всю жизнь она так прошила, для людей, там, что... Как? Бог, Бог такое допустит. Ну, мы что, не знали, что было тело в нашей жизни? Вот это ситуация. Моя мама, когда узнала эту ситуацию, что бабушка больна, она без движения, она потеряла речи, ее призывала. Она в сердце помолилась к Богу, говорит, Господи, если ты мою маму спасешь, и она станет ходить и говорить, я тебе посвящу свою жизнь. Я начну... Я буду... Ну, я покаюсь, короче. Я буду жить с тобой. И тут, представьте, проходит две недели. Бабушке возвращается речь. Бабушке возвращается способность. Она возвращается в лицо. Она уже начинает ходить. И мама такая, опа, что-то произошло. То есть мама до этого вообще не молилась. Но она сказала, что Бог где-то есть, там, что-то делает, но вот так помолиться от сердца, Боже, спаси мою маму, она ее сильно любила очень. Ну, и в конечном итоге, что вы думаете, что произошло? Бабушке, бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай. Она приняла Христа своим Спасителем. Она ночью в горячей молитве попросила Бога прощения за все свои грехи. И вот у нас пришла Бога. И бабушка была восстановлена, она еще два года после этого жила нормальная, абсолютная жизнь. То есть Бог допустил эту ситуацию, тяжелую, сложную, болезненную ситуацию. Но эта ситуация привела к своему Божьему и моему верованию. Но увидел это чудо, когда человек не спасет. Для нее это было. Потом поверовал мой дядя, поверовал в моей мамы подруга лучше, она сейчас с Господом, она пришла к Богу. То есть потом ее с дочкой ела, она тоже. Причем, друзья, чудеса происходят. Опять же, если мы доверяем Богу. И мы понимаем, что да, я не понимаю, что происходит, но я думаю, Бог лучше знает. Пусть Господь расслабится в этой ситуации. Друзья, помолимся? Мы в группах работали, да? Мы в группах работали? Да, конечно. Мы решим. Интересно. Друзья, помолимся, да? Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за бесконечную Твою любовь, за сверхчеловеческое восприятие этой ситуации, в которой мы находимся. Прости, Господь, что часто не понимаем, какие-то переживания, трудности, сквозь, прости, Господь, что часто не доверяют Тебе, недостаточно веры в нас, принять это с верой. Наполни наше сердце верой и доверяем полностью в Тебе. Ты знаешь наше цельство в жизни, в трудности, все, что у нас происходит. Но мы хотим доверять Тебе, что все, что происходит в нашей жизни, это по Твоей воле, для Твоей славы, и Ты будешь разминищен. Просим Тебя, Господь, благословение на предстающую неделю. Сохрани нас Твои святые рука. Помоги нам ощущать Твои святое присутствие. И прославься, Ваш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Друзья, давайте споем замечательную истину. Анечка, ты с вами споешь?